Спинозавр Главный хищник доисторической Африки Спинозавр считается самым крупным, хотя и не самым опасным наземным хищником, который когда-либо обитал на планете Земля. Этот ящер был крупнее не только тираннозавра, но и гиганатозавра. Как и эти его родственники, спинозавр был тераподом, то есть относился к двуногим хищным динозаврам. Но мало кому из известных динозавров посчастливилось за время своего изучения так часто менять внешность. За более чем 100 лет с момента открытия этого вида ученые изменяли мнение о его облике и повадках не менее пяти раз. Чтобы больше узнать о научных открытиях и других периодах развития нашей планеты, советуем подписаться на наш канал. Наши подписчики первыми узнают о выходе новых роликов и могут выражать мнение о них в комментариях под видео. Если вам хочется помочь создателям канала в его продвижении, то можно сделать это, отметив понравившееся видео лайком. Первые находки останков спинозавра датируются началом 20 века. Немецкий палеонтолог Эрнст Штромер в ходе своих экспедиций на север Африканского континента нашел два скелета неизвестного на тот момент вида динозавров. Но найденные им скелеты сохранились не полностью, поэтому первые изображения спинозавра сильно отличались от тех, которые предлагают современные исследователи. Поскольку более полный из двух найденных скелетов был обнаружен на территории Египта, в названии вида появилась привязка к этой стране. Само название «спинозавр» происходит от греческих слов, которые означают «позвоночник» и «ящер». Найденные Штромером виды официально названы египетским и марокканским, но второй спинозавр сохранился только фрагментарно, поэтому некоторые ученые ставят под сомнение такую классификацию. Именно из-за недостатка информации первое изображение спинозавра скорее напоминало кого-то из ластоногих или китообразных. Вместо привычного нам спинного гребня был нарисован огромный жировой горб, вместо передних лап – ласты. Задних лап на картинке нет совсем, хвост скорее напоминает рыбий. Ближе всего к современным изображениям была выполнена пасть спинозавра, но вместо узкой длинной морды палеонтолог предположил наличие у животного небольшого хобота. В целом на первом портрете спинозавра перед нами предстал гигантский зубастый морской слон. От этого варианта внешности спинозавра ученые быстро отказались, но несмотря на то, что с 1915 года его стали изображать как терапода, он больше походил на гигантского хищного кенгуру с гребнем на спине. От жирового горба, нехарактерного для хищников, отказался еще сам первооткрыватель этого вида, но в некоторых более поздних реконструкциях ученые возвращались к подобным вариантам. Практически до конца 20 века изображение образца 1915 года считалось верным, правда, иллюстраторы некоторых книг о динозаврах изображали его ходящим на четырех ногах. Ученые понимали, спинозавр это узкоспециализированный хищник, только правильно определиться с его специализацией не могли. Но в 1986 году в Англии обнаружили другого динозавра из семейства спинозавридов – барионикса. Сначала в 1983 году был обнаружен единственный крупный коготь. Через три года ученые выкопали скелет, сохранившийся примерно на 70%. Через несколько лет было признано несомненное родство спинозавра и барионикса. Ученые предположили, что схожие по строению животные должны были обладать одинаковыми повадками. А по поводу специализации барионикса сомнений практически не было. Строение его головы и челюсти говорило, что это был рыбоядный динозавр. Только в конце 90-х годов 20 века образ спинозавра приблизился к тому, который известен широкой публике по фильмам Стивена Спилберга. Такая трансформация внешности стала возможной благодаря появлению новых экземпляров. В то время в Северной Африке обнаружили несколько хорошо сохранившихся скелетов. Также были выкуплены экспонаты некоторых частных коллекций. Правда, многие поклонники динозавров не очень одобрили сцену из очередной части Парка Юрского периода, в которой спинозавр побеждает тиранозавра. Всем, кто хоть немного разбирается в этом вопросе, было понятно – такой исход схватки очень маловероятен. В отличие от тирекса, спинозавр не приспособлен для сражений с другими динозаврами. Конечно, его большие размеры, внушительные когти и зубы являются серьезным оружием, но все это предназначено для охоты на рыбу и других водных животных. Но в этих фильмах спинозавр предстал уже в виде классического терапода больших размеров. Он обладает стандартным для всех представителей этого класса строением тела – крупными задними и короткими передними лапами, а также мощным хвостом. Его выделяет только наличие спинного гребня и узкой крокодильей морды. Последние на данный момент изображения спинозавра наделяют его более плоским и длинным хвостом наподобие хвостов современных тритонов. При таком строении и длине хвоста его походка должна была отличаться от походки того же тираннозавра. Ученые предполагают, что при перемещении по суше спина и голова ящера располагались более горизонтально, практически параллельно Земле. По разным данным, спинозавры могли достигать длину от 12 до 18 метров и весить от 7 до 20 тонн. Самый крупный из найденных черепов этого монстра имеет длину 2,5 метра. Зубы спинозавра сильно напоминают зубы современных крокодилов, питающихся рыбой. Они не являются пильчатыми, как, например, у тирекса, и загнуты назад. Назначение спинного паруса до конца неизвестно. Есть предположение, что он использовался для терморегуляции или для привлечения противоположного пола. Кроме ящера, давшего название всему семейству спинозаврит, в него входит еще несколько видов динозавров. Все они изучены в разной степени, но их сходство и родство не вызывают у ученых никаких сомнений. Попробуем познакомиться с некоторыми динозаврами из семейства спинозаврит поближе. Барионикс Об открытии этого ящера, жившего на территории Северной Англии в конце мелового периода, мы уже говорили выше. Найденный скелет с 70-сантиметровыми когтями принадлежал не полностью взрослой особи. Поэтому о реальных размерах представителей этого вида нам ничего не известно. Основными отличиями барионикса считаются прямая, а не С-образная шея и одинаково длинные когти на передних и задних конечностях, а также вытянутая пасть, в которой располагалось 96 крупных зубов. Передние лапы ящера были достаточно длинными, поэтому, несмотря на явное использование для хождения только задних лап, он вполне мог иногда вставать и на все четыре конечности. Строение челюстей и зубов говорит, что питался барионик с рыбой. Скорее всего, его способ рыбной ловли напоминал тот, которым пользуются современные медведи. А вот хоть какого-то подобия спинного паруса у этого родственника спинозавра не обнаружено. Кристотузавр А вот у этого динозавра гребень на спине присутствует. Пусть он не такой выдающийся, как у спинозавра, но именно он дал название этому виду. Кристотузавр переводится как гребенчатый ящер. Он обитал в раннем меловом периоде на Африканском континенте. Единственная находка останков этого вида датируется 1973 годом. Скелет кристотузавра обнаружен при раскопках на территории государства Нигер. Из-за отсутствия других находок некоторые ученые считают, что этого динозавра не стоит выделять в отдельный вид. Зухамим Именно к этому виду некоторые ученые предлагают отнести останки, обнаруженные в 1973 году в Нигере. Зухамим обитал на территории современной пустыни Сахара примерно 110 миллионов лет назад. В то время это была довольно болотистая местность. Питался ящер преимущественно рыбой. Найденные образцы позволяют говорить о том, что длина их тела составляла более 10 метров, а вес чуть менее 5 тонн. Иритатор Этот динозавр обитал в то же время, но на другом континенте. Единственный найденный скелет обнаружен в Бразилии. Реконструкция останков позволила определить, что этот динозавр имел длину тела в 8 метров. Его отличал необычный гребень в задней части черепа. Аксалая Этот динозавр считается самым крупным из теропод, найденных на территории Бразилии. В 1999 году ученые нашли там первый образец. В 2004 его дополнила неполная верхняя челюсть. По этим останкам восстановлена предполагаемая внешность ящера. Считается, что он имел длину от 12 до 14 метров и весил около 7 тонн. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Об истории, открытии и изучении других видов динозавров и прочих доисторических животных вы сможете узнать из наших предыдущих роликов. Субтитры создавал DimaTorzok